доброе утро всем всем привет я не выспалась вообще не выспалась дома сплю стакан воды стараюсь утром выпивать токан воды на пищак и подымели на будить время у нас стараюсь выпивать 2 литра воды в день не знаю получается нет я как-то не засекаю пью кружки где все вообще это очень полезно конечно пить воду и особенно утром натощак мне чай не кофе там если кто-то курит вперед просыпается вы допустим как у меня муж там курить в первую очередь нужно запустить организм нужно попить воды а уже потом все остальное чай там курить завтракать и так далее все я молодец не осилила воду целую кружку или залезла о прям аж это полный живот как будто всем доброго утречка всем хорошего дня хорошего легкого рабочего дня всем хорошего настроения пошла будет не лену будем собираться в детский сад хочу чайник маленечко почистить час лимонки насыплю видите какая-то ерунда вот буквально несколько дней как кончилась вода у меня не всегда съездить кулер воды привести он стоит в углу пустой и все и вот из-под крана наливаешь и сразу вот такая вот накипь сейчас прокипячу чайник почищу купила кальмаров заехала в магазин но они тут еще грязные грязные замороженные сейчас я их маленечко отмочу почищу и хочу сделать сливках кальмары потушить сливках с луком и со стагетти что-то вот такое у меня сегодня желание захотела просто лапшички просто тушеных кальмаров вот сейчас скипячу здесь потом скипячу чайник купила вот такие вот булочки сейчас будем с леруськой завтракать шоколадный лера их очень любит будем завтракать чайник почищу кипячу чай и будем пить чайок добра утречка как спалось хорошо выспалась деда поедет сегодня куда а внуку таня попросила на собрание а поступает у нас у дедушки внуковым чесда куда-то и в общем там надо идти на собрание попросили дедушку сходить что мы сейчас с лерусь и садимся завтракать вот она услышала медведь наш белый шуршание сладкого и мясо не надо дай чего-нибудь сладенького почамкать так что сейчас садимся завтракать скоро уже работать потом будем готовить кальмарчики хорошо доброе утречко приветики 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 вчера школу сходила дали мне вот такие вот заявления но это вот надо заполнить течение недели вот этой унести такие вот всякие согласия но это-то как бы ничего так договор об образовании так здесь тоже согласия ноги так директор гимназии номер 26 герштейн у илье абрамовичу или абрамовича абрамовича абрамович наверное так в общем вот это вот надо все заполнить и вот здесь вот еще заявление зачисление в гимназию согласие на обработку данных справка с места регистрации ребенка с синей печатью ну что-то горит она там уже устарела эта бумажка в общем просто с места регистрация какая-то печать неважно такой по свидетельство о рождении так это у нас уже все здесь имеется такой песни лс тоже есть так и вот приказ о зачислении ребенка в первый класс будет издан только при наличии полного пакета документов и электронного заявления в общем еще нужно зайти вот на этот вот сайт и разместить электронное заявление с 1 февраля если до 1 февраля это делать она будет как-то удалено будет не действительно в общем с 1 февраля сказали что но если не получится играть самостоятельно то можно будет прийти в течение недели надо будет вот эти вот документы заполнить унести секретарю а вот это вот электронное заявление сказали если как у вас не получится то можно просто прийти в понедельник где-то за полтора часа пораньше когда ребенка ведем на на занятия можно будет подойти к секретарю и она в общем поможет документами просто прийти и она поможет все сделать так что посмотрим если у меня не получится я так-то в этом вот ну вот в этих всех сайтах я как-то вот ну как это устарела что ли я не знаю в общем я не такой вот человек который все знает допустим в интернете как бы я я знаю то что мне нужно а вот так вот куда-то залезть какие-то сайты там то есть все как-то я вообще в этом ничего не понимаю не разбираюсь и поэтому мне иногда легче либо попросить кого-то у меня племянница хорошо в этом понимает разбирается чем вот самой заморачиваться у меня потом начинает болеть голова если у меня что-то не получается в общем меня прям раздражает поэтому или попрошу племянницу зарегистрировать или схожу сама в школу и в школе мне поможет секретарь в общем посмотрим может сама справлюсь так что вот куча документов раньше мне кажется как-то было проще принесли свидетельство рождение прописку все пожалуйста давайте вперед сейчас мало того что здесь куча бумажек еще электронные всякие ведь заявления ну да ладно двадцать первый век что мы хотим нам было я кальмары чистенькие очистила помыла сейчас мы их нарежем кольцами но сначала значит сюда я в сковородку сливочного масла бросила кусочек сейчас нам понадобится головка репчатого лука и чесночок это один из любимых рецептов ну я как-то других больше рецептов и нет ну не делаю и можно конечно просто обжарить кальмары ну вообще множество рецептов всяких как приготовить кальмар это я скажу любимый мой рецепт приготовление кальмар я вообще я вообще очень люблю кальмары очень и я их мне кажется буду кушать в любом виде и жареные и вареные и в салате и тушеные ну вот так вот я готовлюсь нарезаем лук такими если луковица большая то три части на половинке потом на три части и разрезала чтобы не сильно были крупные колечки колечко в общем на три части вот так вот чтобы было понятно зажигаем газ сейчас у нас там маслечко будет растапливаться обжаривать нужно на сливочном масле лучок и и чесночок так все лучок отправляем вторую половинку также на три части может быть кто-нибудь еще знает какое-то приготовление необычное вкусно кальмар напишите я обязательно приготовлю потому что мальмары я люблю попробую может быть у вас какие то есть рецепты теперь чистим чесночок вот что глаза защипала от лука ну чистим чесночок и туда же отправляем уже кушать хочешь ой на улице такой ветер наш дома слышно как в трубу задувает чесночок тоже меленько режем два зубчика хватит чтобы не перебивал сильно даже отправляем все пускай это пока все дело протушивается чесночок лучок сливочное масло зажариваем до золотистого цвета и 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 . и и и Теперь можно добавлять кальмарчики. Сейчас они маленько выпустят воду еще. Буквально чуть-чуть, 2-3 минутки мы их так протушим под крышечкой. Потом будем добавлять сливки, соль, специи. Если кому какие нравятся специи, я сюда добавляю только соль и чуть-чуть покрошу зеленого лука. Можно там укроп или липушку какую-нибудь. Специи мне вот чеснока и лука хватает, чтобы не портил вкус. Так что 2-3 минутки сейчас протушиваем и будем добавлять сливочки. 2 минутки потушила. Добавляем сливочки. У меня 10% сливки. Можно сметану. В стакан выливаю. Перемешиваю. Я уже подсолила по вкусу. Все под крышечку. Еще минутки-две. И все. Я вот не помню, есть у меня зеленый лук или нет. Так. Есть пучочек такой небольшой у меня зеленого лука. Сейчас его порежу и добавлю еще в конце. Все готовились кальмарчики. Присыпаем лучком. И выключаем. Все. Пока они у нас мягенькие. Сейчас сварю вот такую вот лапшичку. Водичку уже поставила. Сейчас сварю лапшичку и с лапшичкой будем есть. Ну, может быть, для кого-то это странно. Лапша с кальмарами. Мы очень любим. Доварилась лапшичка, сготовилась. Добавила чуть-чуть сливочного маслечка. Сейчас перемешаю. Лера вон сидит, уже страдает. Есть, говорит, давай скорее. Так. Так. Я не знаю, готовят ли так вообще. Ну, в смысле кальмары с лапшой. Мы делаем так, как мы любим. Как мы готовим. А то бывает, я что-нибудь готовлю. И говорю, что это не рецепт. Это я просто готовлю так. Ну, вот потому что нам так захотелось. Бывает же такое, что вот захотелось и все. А мне в комментариях, допустим, начинают писать. Настя, ты неправильно сделала. Надо было так-то, так-то. Ну, и что, что неправильно. Зато вкусно. Зато нам так нравится. Правильно, неправильно. Каждый делает так, как считает нужным. Если кому-то понравилось, как я сделала, пожалуйста, как бы пробуйте, экспериментируйте. Если нет, то просто не пробуйте и не экспериментируйте. А нам нравится. Главное, что моим детям нравится. Кушают с удовольствием. Ну, конечно, не все, потому что расходятся бывают вкусы. Лера, допустим, больше любят лапшу. Лена, допустим, больше любит гречку и так далее. А в плане того, что каждый день готовлю свеженькую еду, это да. Я считаю, что это самое главное, чтобы еда была свежая, разнообразная. И всем нравилось. Так. В общем, вот такая вот у нас сегодня порция лапши с кальмарами. Здесь я еще порезала, у мамы взяла сегодня огурчики обалденные. Хрустящие. Ой, обожаю мамины огурцы. Никто-то вкусно не готовит огурцы, как мама. Это правда. Так что мы садимся обедать. Всем приятного аппетита. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы очень голодные. Время у нас уже обед. Так что мы садимся кушать. В общем, села... Ой! Села делать уборку в шкафу. Нас, значит, в садике озадачили. Опять с праздником. Значит, будет какой-то праздник у них. Типа русского народного. Короче, они будут из своей группы, из старшей, будут ребяткам из младших групп показывать какой-то концерт. И этот концерт, как будут снимать на видео, он войдет в диплом выпускного. И нам сказали к завтрашнему или послезавтрашнему дню приготовить ребенку костюм вот этой вот, знаете, Аленушки из сказки. Я вообще не знаю, что у меня нету. Я сейчас достала вещи из шкафа. У нас вообще нет таких платьев. Я не знаю даже, что я буду на нее одевать. Вот я нашла вот такой сарафан. Это мой сарафан. Я вот думаю, может быть, его... Он же как сарафан идет на бретельках. Может быть, здесь вот как-то вот так вот... В общем, я не знаю. Я сейчас буду думать. Это я просто с вами сейчас советуюсь, разговариваю. Я вот просто в недоумении, где мне взять такой костюм или брать на прокат, или где-то поспрашивать. Ну, а в принципе, у кого поспрашивать? Детей, которые постарше, если какие-то сарафаны или что, я не знаю. В общем, если вот так вот я укоротила бретельки, ну, здесь вот, видите, здесь под грудь, типа, вот сделано там. Не знаю. Попробовать вот это одеть. Сарафан. И, может быть, какой-то платок одеть. Нам еще говорят, вот вы можете кокошники там сделать. Блин, я вообще ничего такого ни разу не делаю. Ни кокошники там, ни короны, ничего. И, как бы, я вообще не знаю, как это все делать. Это значит, нам поотдавали вещей. У меня подружка, у нее дочка постарше. И, ну, как бы, намного постарше. И вот она нам нет-нет. Она значит... Видите, всякие футболочки. Вот такие вот рубашечки. Это подойдет как раз нам в школу. Не просто, знаете, какие-то ширпотребные вещи, а хороших производителей. Вот эта вот рубашечка, например, она идет... Производитель Акула. Это очень хорошая сеть магазинов именно детской, подростковой одежды. Вот такая вот рубашечка. Я думаю, что Миленке как раз в школу тоже будет она замечательна. И еще одна рубашечка. Вот такая вот, с таким вот впереди узорчиком. Вот. Тоже все беленькое. Все чистенькое. Я не знаю, как будто они не носят совсем. Все до такой степени бережливо. Так. Здесь что-то у нас вообще все. Здесь еще купальник вон есть. Кофточки. Такие вот всякие. Ну, это можно там в огороде снашивать. У нас вещи все, знаете, летят прям... Если мы, в общем, не сносили так, мы сносим в огороде, во дворе. Прекрасно. Вот такая вот, как рубашечка, блузочка. Тоже очень красивенькая. Но это еще все на вырост. И я почему достала вообще этот пакет? Я думала, может быть, здесь какой-нибудь есть сарафан. Сарафана тут, короче, никакого нету. Только кофточки, рубашечки. Всякие вот такие вот кофточки на пуговичках. А сарафанов нету. И у меня тоже нету. Ну-ка, доча, в Миленкином шкафу у нас только все платье. Никаких сарафанов, ничего такого. Вот, может быть, одеть какой-то вот топик, я не знаю, с юбкой. Сейчас, может быть, попробую позвонить соседке. Ну, хотя они с Миленой одного, ну, как одного. Соседка постарше Милену на годик. А по росту-то они вообще абсолютно одинаковые. И там такая семья. Ну, они достаточно хорошо живут, обеспеченные. Вот, я не думаю, что у них будут какие-то русские народные платья. Тем более у них дочка, она вообще такая, как сказать, ну, более спортивная. У них папа спортивный, мама спортивная. Ребенок у них тоже в основном в такой одежде более спортивный всегда. Поэтому я вообще не знаю. Юбочка вот такая вот есть еще. Ой, в общем, платок еще надо с бахромой. Сегодня к маме-то приехала. Говорю, мама, может, у тебя есть какой платок с бахромой? Она говорит, у меня есть платки, но без бахромы. Ну, они, в общем, не подходят под этот образ такие без бахромы. Короче, не знаю я где что брать. Такая еще футболочка. Что такое мятое в пакете залежалось. Сзади интересно такое с вырезом. Не знаю, в общем, что буду одевать на нее. Капец какой-то. Озадачили опять. Так что сейчас соседке, наверное, сейчас еще позвоню. Пока сейчас сделаю уборку в шкафу. Позвоню соседке, может быть, какой платок с бахромой найду. Может быть, у другой соседки. В общем, обозвоню сейчас. Может, кто поможет. Собираюсь в садик сейчас поеду. Что-то у меня тут кавардак какой-то. Только массаж сделала. Сейчас быстренько съезжу в садик за Миленкой. И еще буду работать. У нас сегодня погода. Блин, вообще класс. Смотрите, какое солнце. Вообще классная погода. Теплущее. Сегодня ночью у нас было минус 20, там, с копейками. Сегодня ночью обещают еще... Что-то у меня на голове, как упало, сеновало. Сегодня ночью у нас обещают еще холоднее. А завтра или послезавтра уже минус 5 всего днем. Короче, вот такие сильнейшие перепады. В общем, нашла я в Миленке вот такое платье. Сейчас позвонила по поводу этого костюма в прокат. Где мы брали в Миленке эту восточную красавицу. В общем, они прокат вообще... Ну, этим прокатом не занимаются. Не сезон. Ну, а сезон у них это Новый год. И все. Короче, я не знаю, что делать. Где мне что брать? Где мне брать платки там сарафаны? Короче, вот такой вот сарафан. Не знаю, сегодня она придет, померяю. Ну, а что сарафан? Сарафан. Что вот надо еще? Такой вот сарафанчик. Да? Что вот надо? Посмотрим, правда, как он у меня сверху. Вот не было бы еще вот этих вот... Вообще бы было хорошо. В общем, посмотрю, как он будет смотреться. Может быть, еще пошарюсь. Найду там у себя еще, может быть, какое там платье, сарафан. Не знаю. У меня было полно сарафанов. Я их давно не носила. И вот недавно буквально я делала расхламление. В своем шкафу я все повыбрасывала. Блин. Сейчас вот просто вспоминаю. Думаю, зря я это сделала. Надо было подумать. Ну, а в принципе, что подумать? Я даже и не подумала, что ребенку в садик мой сарафан понадобится. Короче, вот такие дела. Теперь осталось только найти платок. Соседке я позвонила. У нее, значит, это... Нету платка. Ну, такой, говорит, есть. Ну, такой обычный. Я говорю, да такой у меня у самой есть. Надо какое-нибудь такое. Ну, там, хотя бы, чтобы бахрома висела. Там еще что. Короче, нету такого. У меня у мамы тоже нету. Звоню сейчас соседке. У меня, как раз, соседка пенсионерка. Может, у нее что-нибудь такое нарядненькое возьму. Так что вот, сейчас поеду, увезу Леру бабушке. Поеду за Миленой. И там еще буду работать. Сегодня приготовила такой вкусный обед. Кстати, вообще зашибись. И получились эти кальмары. С этими, со спагетти, с тонкими. Вообще вкуснятина обалденная. Мы с Лерой так вкусненько поели. Пообедали. Жанна у нас целый день провалялась там на кухне. Сейчас говорю, давай, иди гуляй на улицу. У нас вон красота, такая теплота. Леруся тут у меня сидит. Вот. И это. Потом, значит... Что еще хотела сказать? А, вон она лежит, смотрите. Вон видно. Где снеговик? О, идет, идет. Посмотрели на нее. Все, идет. На улице солнце. Класс. Сегодня у меня приехала на массаж девушка одна. Она работает в каком-то кафе. Она мне нет, нет отхода привозит. Сегодня опять привезла целый мешок. Там и сырая курица разрезанная, и копченая. В общем, она там, значит, салаты делает, да что? И вот нет, нет, не привозит. Значит, это... Короче, у меня сегодня опять все животные сытые. Все будут. Ничего сегодня заморачиваться. Не надо толком готовить. Это хорошо. Поэтому всем до завтра сегодня снимать больше будет мне нечего. Потому что сейчас езжу за Миленой. Потом буду работать. Потом, значит, уже вечер. И спать. Значит, сегодня больше снимать ничего не буду. Увидимся с вами завтра. Всех целую. Всем пока. Всем до завтра.